медленно медленно все хуже 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 вот до какого-то там момента да и факт или что смотрите ребята что происходит вот откуда цены растущие такие огромные вот что творят вообще непонятно вот до чего это все делается и просто не выкидывают просто напросто выкидывает смотрите товарищи что происходит это картошка сваленная в поле на арендованных полях видимо это не condition камазами сгружается и выбрасывается в поле представляете это раменский район толмачева деревня григорова приезжайте у кого проблема с картошкой набираете мешками 10 камазов вот я иду сейчас смотрю 10 кучек товарищи что творится это не condition лучше продали в какие-нибудь свинофермы по дешевке эту картошку я думаю фермеры купили бы ее за копейки с удовольствием для откорма скота посмотрите что творится вон еще вдалеке еще одна куча вот смотрите картошка появились первые сообщения о реальном изъятии у российских граждан их личного автотранспорта и имущества при попытке въехать на территорию европейского союза я так думаю что стоит напомнить им что россияне в европу чаще всего путешествуют на танках нам не нужен будет личный транспорт для того чтобы посетить берлин и другие столицы европы вот смотрите как развиваются теперь россии дела суд впервые в россии признал беременную женщину виновны в уклонении от мобилизации приговорил ее к шести годам заключение со срок с отсрочкой до 14 лет пока ребенку не исполнится 14 лет что как бы в россии это дела наверно плохи раз уже женщин призывают на службу и сажают их за уклонение но все кто меня смотрит вы помните я вам говорил что первого октября начнется мобилизация так что ждем проверим но в следующем видео я вам расскажу почему я так думаю правительство заказала 230 тысяч удостоверений для семей погибших потерь нет а 230 тысяч удостоверений все таки заказали совпадение подумайте готовы за родину умереть я не хочу об этом говорить я вообще не интересует а все равно этого не избежать ведь как бы вы интересовались не интересовались но хотя бы вот скажите готовы там вы пугаете меня неизбежностью бытия мы находимся в россии какую-то активную политическую позицию тем более на камеру выражать я как это выразиться то политкорректно боюсь я готов для своей собственной родины жить а не умереть потому что живя я наверное принесу больше пользы чем если умру ради родины для вас завтра призовут на украину вы ну ладно завтра хотя время какое-то дадут как этому отнесетесь ну буду шоке но куда делать то что вы у себя в телеграм-канале написали как-то мне тревожно стало что происходит почему гурулев так беспокоиться где вранье то в чем вранье в реальном положении составе состояния своих войск и в реальных действиях вот в этом деле у нас частенько доклада не совпадает даже линии переднем края с тем что находится на самом деле давайте до сих пор но есть такая тема чего особо скрывать что у нас есть проблема с контр батарейной борьбой у нас есть проблемы по борьбе с беспилотниками противника украинцы закупили приличное количество беспилоте в том числе у китая они их программизируют они приспособили под свои функции какие-то подразведки какие-то под ударные какие-то под универсальные ну и так далее тому подобное и сегодня беспилотников немеряное количество конечно когда дальность стрельбы нато сковороде к сожалению превышает дальность стрельбы нашего орудия довольно таки тяжело бороться скором шедову полетела не только воздушного базирования значит где-то забазировала авиация причем мы давать откровенно проваргали массовый взлет этой авиации 10 ракет это нам было поднять не один самолет тоже увы не шутка а вот у меня просто есть подозрение что это что уже эрдогану как бы не очень ну не то чтобы не очень до путина вот это обострение в азербайджане это как бы не для путина подарок это просто само по себе просто я крутой мэн я это делаю для собственной крутизны как лидер тюрьмского мира но не совсем так но не совсем так они могли должны были там все-таки замириться зачем там нужна война когда столько проблем и в том числе вот догана и был там способ замириться но пашинян прозрел не прошло и трех лет как он прозрел что россия ему ну смысле россия путинская россия путинский режим ему не друг но как бы прозрение наступил несколько познаватель на мой взгляд и вот мы сейчас видим посредстве позднего прозрения пашиняна и его товарищей вот поэтому я то думаю что как раз это все вкладывается в эту лыков строку как говорится ложится вместе эрдогана а то что алиев зависит от эрдогана сейчас весьма и весьма но тут совершенно нет никаких сомнений вообще так сказать два государства одна армия вы знаете тезис который там звучал уже много-много месяцев на эту тему поэтому я думаю что рдоган ну и вот ну с америка он же хочет все переоружить армии ему не в 16 подавай и в 35 подавай и много чего другого и американцы говорят но ты покупал из 400 путина ну чё ты от нас хочешь ну купи у него вот у него там говорят там великолепные пятое поколение пакфа там как его называют он закупай у него правда в одной штуке летает в он экземпляре то что больше нихрена сделать не мог ну ты вот поручи ему там что пусть эти сто штук так сказать произведет и поставит американцы так им отвечают ну я утрирую конечно конечно это обличено формой дипломатии политесса там никто никого никуда не посылает все очень вежливо общается но суть так вот чтобы убрать эту словесную шлуху обнажить суть она примерно выглядит так ты с русским сотрудничаешь 64 покупаешь нас тут забрыкиваешь обвиняешь во всех заговорах ну и дружи с путина вот и все и перевожать свою арму то путина прекрасное оружие четыре проблемы вперед парень да как-то эрдоган уже перестал особо обвинять америку обвиняли до даже не до выборов президента до землетрясения вот когда здесь случилось землетрясение как отрезали америку перестали ругать я просто это вижу но да да ладно просто чё обострять вот сегодня за день до встречи зеленского с байденом ну согласитесь судьбоносная встреча и заседание этого совета безопасности он какой-никакой чё сейчас то вы устраиваете зачистку в нагорном карабахе ну вот чё вам вот на хрена они может и забыли про заседание он когда планировали могли не учесть это ну это там же опять на уровне каких-то так сказать там структур конечно не так глубоко повестки международные сидят как мы с вами там а что куда поехал зеленский а соответственно с байденом а будет ли на совете безопасности расширение совета а что предложил байден с каких каких государствам предложил своих безопасности это же мы с вами немножко попроще то надо вдарить ну вдарили да ну слушайте когда надо вдарить спрашивают разрешение урдогана я уверен что да а чё вот на что сейчас влияет оон глеб вот у меня вопрос ни на что вообще а путин нет оон на что влияет мне тоже кажется нам сейчас ни на что не влияет оон а ну окей да как скажете если собака лает ветер носит ладно ладно хорошо значит это имеет значение на самом деле он украина обратилась в оон обратилась по этой самой грэс по запрету вывоза зерна по вывозу зерна обратилась обратилась там по другим вопросам ничего ну а вот ничего еще 274 резолюция может быть будет принято нет это важно международное осуждение конечно моральная поддержка важно она морально начинается с моральной поддержки с коллективных действий а потом это все превращает соглашение в помощь в поставку оружия это я все понимаю я не то чтобы совсем нигилист но просто он уже не такой супер инструмент который вот там прямо ах вот подпишитесь на канал и не пропускаете новое видео пишите коментарии и делиться с друзьями мы також будемо вдячни за підтримку нашей работы на патреон або инших зручных платформах реквизиты в описи до видео